Канта это не считается. Нет, это считается. Да, не считается. Дальше. Регулярные I2I митинги с этим видом, если он есть. Если он в другой команде, это тоже очень важно. Должен быть там кол или что-то. Тут всего этого, что это должен быть регулярный, постоянно, а не так, что отложили, забыли и все. За две недели это такое. Какие могут быть проблемы для того, что мы находимся в разных снах, территориальных плодах и местах? Первое. То, что на первый план выходит проблема не что сказать человеку, а как ее можно найти. И вот все. Чтобы сделать митинг сразу, как, куда зайти, на какой сайт, какой логин, какой пароль, какое время. О боже, а там время, это кстати, московское или там какое-то европейское. Ой, а я именно туда поставила, это конференция, получается там, в дихо времени. Ой, все на пиздец, ой, перенесем на завтра. В общем, вот такое получается из этого. А на самом деле, то, что сказать человек хотел, важнее, чем пока можно точно сказать. Следующее, конечно, самое важное, что есть, это брендшторминг. Когда мы все собираемся по одной митинговой, начинаем обсуждать. Это вы просто исчезаете, когда ты работаешь в частной команде. Это просто невозможно сделать. Причем, вы хватит, потому что нужно делать срочно сейчас. Все. А так, собралась часть команды, что-то там решили, позвонили к другой части команды и сказали, ну, мы будем делать так, ну, кейм, а так не хотим, ну, мы уже решили. Они такие, все. Значит, что для этого важно? Общий чат. Мне уверено, что, наверное, у большинства на работе есть какие-то общие чаты, когда всем это хочется, например, у нас на работе скайп закрыт, поэтому есть другие коммуникаторы, где все обязательно должны общаться и писать или друг другу, может, друг друга добавлять в общие конференции. Важно это делать, не забывать, да, в порядке людей, даже, которые ни у кого отношения к этому не имеют. Пусть почитают и об этом не знают. Ну, там пароли какие-то похожи, да, что-то не считают. Ну, как бы, мы же с умом добавляем, может быть, после нас связаны на петербурге, и неформальный чат, да. Вот, дальше. Ну, то, что мы уже упоминали, это обязательно заранее, за неделю, за две, обязательно за одну неделю, за две, заседулить митинги, чтобы все знали, что через неделю будет митинг, на который все должны сидеть. Вот, и суть в том, что это больше не является нашим выбором, это не только хотим, не хотим, вы должны обязательно это делать. И все должны заодно работать, потому что просто забывают вообще, там, что есть в команде. Этот слайд больше относится, конечно, к команде разработки, и к проблем, которые у них возникают во время дипломента. Я присутствовала на многих выходах UAD в продакшн, и слышала, как постоянно ребята позвониваются, им сложно, ну, это очень сложно по телефону, чего-то там выходить в продакшн или в UAD. То есть стараться это делать еще хорошо, действительно очень сложно. Так это еще хорошо, что если в одной, как-то, тайм-зоне. А если это в районе тайм-зона, то это ведет к тому, что кто-то выходит ночью. И тоже такие варианты, ну, были такие случаи, когда выходит ночью, либо там слишком наутро, ну, потому что кому-то приходит учебка-чарты. Как это может, как этот слайд касается аналитика? Это, наверное, мы что-то пишем в Пете, и разное, если ребята, которые работают в другой локации, это, ну, не русскоязычные, да, у них могут быть банально другое представление о чем-то. Поэтому если очень подробно, я подробно, мы это не распишем, они это сделают как-то по-своему. Ну, самый простой случай, который у меня был, это когда нужно было там по троп-дауне вывести название и там ID. Часть, два, ну, как бы, разные скрины, да. Кто-то сделал, наши, то есть, ребята, кто-то здесь сидят, они привыкли, что мы были в названии, мы тут там серим где-то там ID. Так, надо было название через слэш. Ну, ничего страшного, все правильно, но, может, там все разное, то есть пришлось переделывать. Дальше. Разные языковой барьер. Языковой барьер привел к тому, что всем надо учить английский, что английский, все упирается в английский. Теперь, если мы не знаем английский, то половина дорог для нас закрыты. Причем, что английский, это не просто, но я долго думала писать intermediate или upper intermediate, это целый upper, мне кажется, все-таки upper intermediate. Вот. Нужно учить вам. Это единственное, что приходит, как, да, вариант решения проблем. И второе, что очень важно, это не забывать, ну, о том, что человек, с которым мы разговариваем, он может разговаривать, ну, медленно, либо быстро, да. Мы должны стараться к нему приловчиться. Если мы здесь, что человек разговаривает медленно, то он не обязательно разговаривает, будет так, чтобы он ничего не понял. Можно остановиться, пытаться как-то проговорить каждое слово отдельно. То есть просто чип, полай. И тогда все будет хорошо, и как будет видеть, все будет хорошо. Но если не так, мы будем движет, двигаться к этому самому верхнему пункту, который был на диаграмме, этим спирит. Вот. Разница, культурная разница. Ну, самое первое, это то, что все мы выходим в разное рабочее время. Люди, которые работают в Лондоне, в Нью-Йорке, они пришли в 9, ушли в 6. И все. У нас, наверное, чуть не так. У нас пришли в один, а ты ушли в один. Это более ближе к этому. Ну, я оптирую, конечно, что, понятное дело. Вот. Поэтому мы должны об этом помнить, что человек, работающий в другой локации, в 6 часов без него идет и уйдет. Даже если мы будем очень сильно просить. Нет, для них важнее то, что пойти домой, там, где-то, и так дальше. Это вот культурная разница. Из-за этого, да, появляется какой-то misunderstanding. То есть, ну, там, какие-то шутки, может кто-то что-то пошутил, непонятно смеяться или нет, а можно смеяться или нельзя смеяться по телефону. То, что он говорит, это он имеет в виду, или это он так не имеет в виду. И у меня, которые мне рассказывали, которые очень сильно, вот, отображаются в ситуации, знакомые рассказывают тоже, которые, в том, что он аналитик, проект-менеджер, но они ездили в Японию заключать какой-то долговорот с японцами. Оказалось, что у японцев есть такая традиция, после того, как поговорили и провели конференцию, молчать. Ну, у них это как ритуал. Они молчат и думают, что там. Наши не поняли этого. Ну, я не знаю, кто там был, русский, украинский, неважно. Наши в Кабар, да. Ну, конечно, честно. Но они, им было не понятно, почему они молчат. Ну, это значит, что что-то плохо. Значит, если они молчат, значит, ой, что-то мы не так сделали. И они, то есть, было, потому что подумали, что они что-то не так сделали, начали там какие-то деньги, были, занижать цену. Говорят, ну, давайте мы вам меньше тогда, сделаем меньше. Японцы подумали, ого, если они так быстро занижают цену, то мы не хотим с ними заключать контракт. В общем, они контракт не заключили. Вообще. Вот. Как решать эти проблемы? Наши почти помолчали. Сделать бесплатно. Как о них узнать сначала? Как о них узнать? Так, как о них узнать? Вот в этом, кстати, я ищу. Есть в Google классе. Знать, учиться, читать, пытаться понять, что. Если мы едем в Депонию общаться с японцами, то сто процентов что-то с японцами не так, как с нами. Или с нами, или с Россией. Вот. Если едем к русским, то надо разгнать плечи. Помнить об этой разнице. Не забывать о том, что мы общаемся с другими людьми. Как-то другие понятия. И в этом такой челлендж вообще во всей работе в ОСПОМАНДЕ. То, что вроде бы как в Delivery, то, что мы делаем, да, очень важно. И как бы цель того, что вот, пока заказчику сама это сделает, что она работает. А вот из-за того, что мы работаем в Delivery команда, все эти проблемы ходят, ну, не на второй план, но на какой-то соседний план. Проблема становится вообще, как общаться с человеком. Как позвонить ему, как с ним поговорить, вообще как с ним позвонить. Вот. Дальше. Пробежаемся к тому, что из этих всех проблем, из-за того, что у нас отсутствует вот визуальный контакт с человеком, потому что мы его не видим, не закупаем вообще, как он выглядит, не говоря о том, что вообще, что он делает. Да? И мы перестаем чувствовать себя вообще отчасти в команды. Вот тот пример, который я приводила, который мне сегодня сражали, это вот не считается, что у нас одна девочка, это вот как раз отсутствие Team Spirit. Бой нету. Потому что если бы он был, мы говорим, а, там есть какая-то команда, которая что-то важное делает, и надо про них не побывать. Вот. Челлендж, о котором мы уже говорили, о том, что очень сложно выходить в UAT и продакшены, и очень сложно с этим всем справляться. Также такие две интересные проблемы. Допея на группы. Люди начинают говорить, да, бороться. То есть, а вот мы сделаем так, а они сделают так, а вот они те, а мы эти. Ну, на самом деле она так не есть. На самом деле мы все одна команда. Причем, что в моем случае команда уехала в другую страну с тем же частовым поясом, и ребята, которые работали здесь с нами полгода, мы их всех знаем. Они русскоговорящие, они живут и всю жизнь. Они просто релатировались, ну, потому что сейчас это очень часто ждало, по тем временем, походу сходят. Мы продолжаем с ними работать. Ну, вот только они уехали, сразу появились такие вещи, как, ой, а что там у вас? А вы там не так делаете. Ну, я и проработка. Мы даже по разным комнатам туда растеялись, а мы в open space и на коксе сидели. Куда появились мы? Вот. Так, как решаете такие проблемы? Первый – это эффективная коммуникация. Четыре столба коммуникации эффективной – это говорить, слушать, думать и нейвербальная коммуникация. Я здесь чуть-чуть по-другому написала, потому что для растеянных команд мне кажется, что это нужно обучить по-другому. На педа нет выходит именно то, как часто мы общаемся. То есть для растеянных команды уже становится не то, что, цель двигается не что сказать, а как бы это сказать. Скорее бы найти время, чтобы это сказать, выкроить это же время. Вот. Конечно, что это участие. Что означает участие? Это то, что если ты находишься на мюте, на поле, тебя не видно, ты находишься на мюте, нужно подавать какие-то индуки жизни. Чтобы в конце не было так «сори». Обычно у нас делают следующим образом. Когда кто-то кого-то спрашивает, он этого не слышал, он потом снимает и смысл так, и говорит «Ой, сори, я был на мюте, а на самом деле я что-то отвечал». Ну, это неправда. То есть нужно слушать и принимать участие. Потому что если мы даже на митингах, на которых нашли время, не будем слушать человека, потому что, да, бывает и отвлекаешься, сложно сейчас сидеть на телефоне. Бывает такое, что приходит на телефоне светить 2-3 часа. Когда я начинала только работать, то вся моя девелоперн-самана находилась вообще в другой стране. Я была аналитикой, вся девелоперн-самана была в другой стране. Мне приходилось сидеть 2-3 часа на митингах, на колоках именно на телефоне, чтобы понять, что в итоге возникает. Спасибо. Невербальная коммуникация абсолютно отсутствует, и нужно об этом не забывать. Ну, на самом деле оно и не забывается. Так, дальше. Очень важно для аналитика, особенно не только спрашивать вопросы, но и стараться делиться информацией, чтобы человек, который находится в другой стране, знал, что можно спросить, можно разуметь, можно написать, чтобы он чувствовал, что мы одна команда. Я заканчиваю. И, конечно, что общаться с друг другом, я не знаю, на митингах на колоках, именно с друг другом. Ванки-ванки мне пишут, а не только всей командой. Это очень важно. Так, так как у меня осталось много времени, не буду проходить по каждому этому пункту, но тут написано, самые лучшие практики именно для аналитиков, как можно стараться работать в распределенной команде. Ну, один из таких примеров, это то, что не нужно тратить на кастинера больше 40% своего времени. Нужно тратить на команду больше 60% своего времени, не знаю, с определенным. Некоторые из них повторяются. Самое интересное здесь, это SDLC-модель. Это, собственно, девелопмент-цикл всего нашего проекта, лайф-цикл всего. Следовать ему, чтобы все следовали этим стандартам. Тут, наверное, больше в Project Manager должен понимать, что все должны следовать одному стандартам, и кто-то что-то в разных местах делает, и в разных формах об этом сообщает. Последнее, поздравляюсь. Все же. Столько много минут. Почему распределенная команда хорошо? Какие плюсы есть для распределенной команды? Для чего? Правда. Первое – это хост. Да. Что еще? Подмену опыта. Правда. Риски. 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 В нашей стране это вот год назад очень сильно прочувствовалось. Как управлялись? По прошему счету, работал от проекта и все случаи? Правда. Половин, сам модел. То есть все постоянно работают. Распределенную команду быстрее собрать. Да. Рабочая сила. То есть банально заканчивается рабочая сила. По-моему, у нас сейчас начинается чувствоваться. Особенно в области джавы. Просто сложно найти хорошего джависта и выходят на нижний рынок. Вот. Итак. Деньги. Рабочая сила. Follow the sun model. Расширение рынка. Обмен опытом. Мы так же сказали. И две вот эти вот вещи. Почему это вообще появилось? Потому что появились средства коммуникации, интернет, которые способствуют этому всему. Развеять мифы о том, что почему распределенная команда это так плохо. Многие считают, что раз распределенная команда, то это допустимая на русская аналитика. Дополнительная разработка документации и всего-всего-всего-всего-всего-всего. На самом деле да, но в идеальном случае нет. Если мы разрабатываем идеальную документацию, то все ее понимают. Независимо от того, где человек находится. Ну, идеальный, в общем, хороший документация. Следующее, следующее, это, первое, это было второе. Первое, это дополнительные деньги. На самом деле это могут быть наоборот. Это не дополнительные деньги, это меньше денег, которые тратятся на проект. Скрам и agile мы пропускаем, но я все равно это не заключила, потому что это один из мифов, о котором стоит купить отдельно, о том, что аналитику вообще нет места в agile, а тем более нет места в распределенной команде, которая agile. И вообще распределенной командой, которая работает по agile, это вообще нереально. Ну, это сложно, но невозможно. И о том, что распределенная команда, качество работы у распределенной команды хуже. На самом деле может быть и лучше, потому что разные люди в разных локациях, в разных местах не имеются опытом, и если все хорошо, то все становится еще лучше. Вот, все, спасибо большое.